Обратите внимание, опять-таки, кажется, пока я его достану, я прожил очень много времени, и таким образом, естественно, эффективность удара будет нулевой. На самом деле, скорость обзнажения и удары настолько велики, что, в принципе, даже заметить это не так просто, как, кто кажется, наверное, на первый взгляд. И именно это позволило заменить шашки все остальные виды применительного оружия. Ну, это делается, примерно, вот так. Да, еще раз. Еще раз, обратите внимание на следствие, мы не подготовлены, оружие выходит из ножен, как по движению. В японском оружии мы должны, вот если кто-то знакомится, сначала обхватить рукоять, большим пальцем взять за основание ножен, разомкнуть, потом обнажить, и дальше идет удар, часто перехватываться бурналкой. Здесь мы делаем удар, не проводя всех этих манипуляций, одним движением руки, причем у нас в японском оружии два движения. Сначала мы обхрутили рукоять, потом обнажение превращается в замах. Здесь три движения. Это запад рукояти, обнажение и замах. Таким образом, у нас получается три в одном, естественно, в этом плане будет. Вот, я, наверное, еще раз покажу, как это делается. Причем, значит, естественно, что здесь, к сожалению, мы не можем поработать ни с яблением, ни с этим самым. Причем, сейчас, секундочку, я попрошу, просто. Так, у нас этот и есть шипр? Вот, предположим, я иду по лесу, слушаю, как птички. Погода хорошая, золотая осень. Вдруг, знаете, я спешу там, тэн-тэн-тэн-тэн-тэн. Я говорю, что там, мало ли, и решаю просто делаться. А потом можно посмотреть. Спасить, который час. А вот. Еще есть интересный момент. В этом оружии. Еще. Смотри. По материалу я вам переведу на ней трои-тоище. Я пыталась это сделать, но надо как-то полчаса шашкой сделать. Конечно, я могу, но не пойму. Может, чуть-чуть перенести туда. Просто перекатить, если можно попросить. Спасибо. Еще. Значит, еще один интересный вымой. Слушай, да, пожалуйста. Не, не надо, не надо. Давайте, а то мы сейчас нашим хозяевам этот сделаем неприятный сюрприз. Теперь, как он умеет. Дело в том, что для атаки обычно требуется артея. Не хочешь так. Значит, обычно дистанция работы для кликового оружия вот такая. Удар минус одной третью от острия. Обычно он затачивается для удара максимально хорошо. Но в бою иногда бывает необходимо нанести удар на очень короткую стрелку. Вот это практически невозможно. Какие-нибудь виды для кликового оружия имеют ввиду качественный удар. Здесь шашка эта можно сделать именно за счет того, что мы ее держим не жестким захватом, а захватом, который представляет из себя вот такое положение шашки в руке, как сустав. Пушкой писал, и шельсообразуемый. Кинжал и шашка с учлением их тела. Вот тут примерно то же самое. Вот обратите внимание, я нахожусь на таком расстоянии, и казалось бы, мне либо надо отойти назад, либо сделать такой движение. На самом деле, именно за счет положения шашки в руке, мы получаем возможность нанести ударной частью и с очень хорошей мощью. Это позволяет нам сделать следующее. Я могу нанести короткий удар здесь и длинный удар здесь. Дальше. Оружие не заряжается, оно работает всегда в движении. То есть одно движение становится продолжением другого. Шашка может работать как правой, так и левой рукой. Абсолютно эффективно, одинаково эффективно. Дальше. Этого нельзя сделать ни одним, ни другим видом длинноврикового оружия. Я могу нанести удар отсюда, то есть оружие обнажается как правой, так и левой рукой абсолютно одинаково, абсолютно одинаково эффективно. Этого сделать нельзя ни одним, ни другим видом длинноврикового оружия вообще. Что это такое? Это повышает в два раза эффективность этого оружия. Давайте несколько слов скажем о кинжане. Продолжение следует...